В Петербурге холодает, а тем временем в Михайловском саду зацвели осенние астры. Все подробности расскажет Ильдар Абитов. Ильдар, тебе еще раз доброе утро. Показывай красоту, показывай осенние цветы. Доброе утро, коллеги! Приветствую вас, дорогие наши телезрители. Вы знаете, хотя родиной этого цветка является территория Японии и Китая, свое название она берет с древнегреческого «Астра» — «Звезда». И, в общем-то, сорт, который вы сейчас видите на экране, — это так называемый осенний сорт. Некоторые специалисты ее называют и вовсе «Осенняя звезда». В общем-то, эта осенняя звезда взошла над Михайловским садом. Подробнее о растениях, которые здесь еще можно встретить, нам прямо сейчас расскажет главный хранитель садов Русского музея Александра Николаевна Алексеева. Александра Николаевна, доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Во-первых, это красота. Мы не сразу поверили, что такое возможно. А какие астры здесь представлены? Ну, новоанглийские, новые бельгийские астры — это, конечно, не те азиатские, про которые вы упомянули, да? Их прародина не Азия, а Северная Америка, несмотря на свое экстравагантное название. Но мы понимаем, что это все связано с колониальными, конечно же, историями. И сегодня таких сортов уже более тысячи. Но мы, конечно, более старые у себя культивируем в исторических садах, которые ведут свою историю с последней четверти 17-го века или с порубежья 17-го и 18-го веков. Как долго вообще цветут вот эти осенние астры? Они выдерживают заморозки до минус 5 градусов. Поэтому, конечно, это наш последний осенний аккорд. Это нужно успеть. Нужно еще успевать. Не так много растений, которые могут свести в такие холода. И это, конечно, наше большое счастье, что они вообще существуют и способны украшать наши сады и при таких температурах. Да, вот к слову о холодах, о температурах, вот мы сейчас, если вы обратите внимание, дорогие наши телезрители, идем по газону, который полностью избавлен от осенней листвы. Если посмотреть вдаль, мы видим, в общем-то, место, которое еще не подготовлено. Вот почему убрали где-то, почему где-то не убрали? С чем это связано? Ну, листву уберут... И зачем вообще убирают? Правильно. Листву убирают повсеместно и уберут ее, в конечном итоге, со всей территории садов. Это стоит делать потому, что при таком интенсивном использовании территории, по периметру у нас постоянно трассы... Магистрали, да. Да, мы находимся в центре города, и листовые пластинки собирают очень много шинного очеса и других вредных веществ, чтобы они не накапливались в садах, в почве. Мы, конечно, это выносим, и полезные вещества уже вносим сюда в виде удобрений. И вот, Александра Николаевна, я хочу обратить ваше внимание и внимание всех наших телезрителей, которые смотрят на вот этот, ну, я не знаю, уникальный цветок. Что это такое? Почему он в единственном экземпляре? Это астра или это что-то другое? Нет-нет, это не астра. Это цветок, который уцелел. Я вот так, наверное, не загражу зрителям. Он единственный уже остался. Этот эфемероид, это луковичное растение, которое цветет осенью. Это колхекумы. Они широко известны среди специалистов, а может быть, среди любителей цветов еще не очень. Они удивительны тем, что цветут так поздно и луковичные, и семена у них появятся только весной и прежде, чем они будут цвести в следующем году. Фантастика, фантастика. Александр Николаевн, спасибо вам огромное, спасибо вам большое. Друзья мои, ну а я добавлю, что, конечно же, все готовятся к холодам, все готовятся к зиме, однако петербургская погода еще пока что нам дарит золотую осень. Сегодня синоптики вовсе нам обещают до плюс двух, до плюс трех градусов, однако пасмурно, поэтому утепляйтесь. Ну а если ваш рабочий день предполагает возможность отправиться на прогулку, конечно же, отправляйтесь в Михайловский сад. Коллеги, вам слово. Ильдар, спасибо тебе большое. Отличное изобретение, хочу сказать, осенние астры, потому что красота невероятная. Хочется сказать, остановись цветение, а надо бы сказать, остановись старение, ведь это тема программы «Полезная консультация», которая начнется через несколько минут на нашем телеканале. Продолжение следует.